Итак, в чем же разница между these, that, these, those в английском языке? Давай разбираться. Вообще, на самом деле, это базовая грамматика английского языка, и эта тема проходится чуть ли не на первом уроке, потому что она очень важна. Ведь эти все слова – это указания в английском языке. Это то, эти, те. These, that, these, those. Очень важная тема. Они у нас с тобой могут использоваться как сами по себе в предложении, тогда они будут местоимениями, как, допустим, это, то, эти, те. These, that, these, those. Но они также могут использоваться и в связке с другими существителями. Тогда они уже становятся прилагательными, как, допустим, этот мужчина, this man, или та девочка, that girl, или те деревья, those trees. Но что самостоятельно, что в связке, употребление у них идет по одному и тому же правилам. А вот в чем же это правило? На самом деле, здесь все очень просто. Чтобы правильно найти разницу между этими словами, тебе нужно знать ответ всего лишь на два простых вопроса. Первый вопрос – это, какое количество предметов ты указываешь, один или несколько предметов. И второй момент – это расстояние. Насколько близко или насколько далеко эти предметы от тебя располагаются. И на все эти вопросы отвечает как раз-таки конкретное слово в английском языке. Смотри внимательно на вот эту таблицу и давай с тобой разбираться. Начнем сначала с предметов. Если мы с тобой указываем всего лишь на один предмет, то у нас с тобой выбор будет между двумя словами. Это this и that. Эти слова переводятся как это и то. Далее у нас дело касается расстояния. Если этот предмет, на который ты указываешь, находится близко к тебе, мы будем использовать слово this. Если же он располагается чуть подальше, мы будем использовать слово that, как тот. По точно такой же аналогии используются и слова this и those. Только разница здесь в том, что эти слова указываются разу на несколько предметов, то есть больше, чем один. Если эти предметы относятся близко к тебе, и ты на них указываешь, тогда мы используем слово these, как эти. Если же эти предметы располагаются подальше, ты уже указываешь на них как слово те, those. В общем, все собираем вместе и получаем, что this указывает на один предмет рядом к тебе, that указывает на один предмет подальше от тебя, this указывает на несколько предметов близко к тебе, those указывает на несколько предметов чуть подальше от тебя. Все, вот в этом и есть наша разница. Ну и пока мы разбираем с тобой эти слова, сразу хочу сказать, что this и this это на самом деле очень похожие слова, но у них есть небольшая разница в произношении. В первом случае в слове this это, оно у нас короткое, this, в то время как слово эти, this, и у нас с тобой удлиняет, this, сравни, this, this. Чувствуешь разницу? Молодец. Ну а теперь давай разбираться с употреблением с точки зрения расстояния, ведь, конечно же, оно у нас бывает с тобой разным. Для начала начнем с расстояния физического, когда какой-то предмет располагается близко к тебе, а какой-то предмет располагается далеко от тебя. Например, пошел ты в магазин, решил прикупить себе футболочку, убираешь, стоишь из ассортимента и можешь сказать Вот эта футболка красивая, но вот та не нравится больше. В первом случае футболка, какую ты, допустим, держишь, да, смотришь на нее, та футболка, that shirt, допустим, висит где-то далеко. В первом случае this t-shirt находится рядом с тобой, во втором случае that one, that t-shirt располагается чуть подальше. То же самое можно использовать с словами this и those. Давай представим такую ситуацию, что ты был приглашен на какую-то вечеринку с друзьями, вы все там мешаетесь, перемешиваетесь, много новых людей, к тебе подходит знакомый и говорит, а вот это твои друзья, да? Ты говоришь, no, I don't know those people, these are my friends. No, I don't know those people, these are my friends. Да я вообще понятия не имею, кто эти люди, вот это, это мои друзья. В данном случае те люди, those people покажут на группу людей, которые находятся далеко от тебя, скажем, метрах так, в трех, в то время как вторая группа находится прямо около тебя, твои братанушечки, можешь им так вот кулачка отдать, они находятся рядом. These are my friends. Но, конечно же, с физическим расстоянием мы можем говорить не только про те предметы, которые находятся именно близко к нам, но и мы сами можем находиться близко или далеко от каких-то предметов и даже мест. Например, вернемся также к этому магазину. Если ты все там же выбираешь свою футболочку и тебе этот магазин очень нравится, ты можешь сказать, this is a nice shop, this is a nice shop, I like it. Это очень хороший магазин, мне он нравится. И ты физически находишься в нем, поэтому он и близок к тебе. This is a nice shop, это хороший магазин. Но, если ты, допустим, вышел из этого магазина и уже идешь себе счастливой домой с своей покупочкой, можешь сказать, да, вот тот магазин действительно прикольный. А вот тот магазин уже прикольный. Тот же самый магазин, только в данном случае ты уже в нем физически не находишься, то есть он уже от тебя далеко. This is a nice shop, это хороший магазин. Я в нем. That is a nice shop, это хороший магазин. Я тебе просто про него говорил, я сам непонятно где. Ну что же, надеюсь, теперь с физическим расстоянием все понятно, но у нас также есть и расстояние временное, когда что-то находится близко или далеко с точки зрения времени. То есть, другими словами, что-то, что происходит сейчас или что-то, что произошло уже в прошлом. Здесь, на самом деле, this и that точно так же работают. This, these будут указывать на то, что находится довольно близко к твоему времени, что происходит прямо сейчас обычно. That, those будет показывать на то, что произошло уже в прошлом. Давайте я приведу такой простой пример. Допустим, ты решил насладиться музыкой 80-х, понастальгировать, вспомнить дискотеку и включил на ютубчике какую-то музыку. Слушаешь и говоришь, да, а вот эти песни шикардос, вот эти песни самые муа. Ты можешь сказать, these are nice songs, these are nice songs, а вот это хорошие песни. И ты их прямо сейчас слушаешь. Соответственно, this будет показывать на песни, которые ты слушаешь прямо сейчас. А вот если, допустим, ты сидишь на кухоньке со своими друзьями, вспоминаешь дискотеку 90-х, говоришь, ой, а вот там была и такая песня, и такая, и такая. Да, вот эти песни были просто класс. Those were nice songs. Those were nice songs. Вот те песни, самое оно. В данный момент ты их не слушаешь, но ты ссылаешься на прошлые песни 80-х, которые ты слушал когда-то давно, не сейчас. Но как только ты их включишь, и они будут звучать, тогда ты уже будешь говорить про these songs. Вот так. Вообще, на самом деле, в принципе, можно запомнить, что почти что все, что относится к прошлому, будет указываться как that, those. Потому что в английском языке все-таки разница с расстоянием также учитывается. Ну и напоследок, возможно, ты меня хочешь спросить. Тань, ну, конечно же, не все завязано на предметах, на расстоянии и на времени. Ведь я, допустим, слышал, есть разные фразы the, that, these, those. Как, допустим, that's right. Да, ты прав, that's right. Такие фразы тоже есть, давай как раз с тобой на них тоже посмотрим. На самом деле, такие слова, как this, that, these, those, могут также и указывать на твою речь и ситуации, в каких ты живешь. Другими словами, это ссылка на то, что уже произошло. Давай представим такую ситуацию. Идешь со своим другом на концерт, тусишь, развлекаешься, потом выходишь весь мокрый, в одышечке, но очень по кайфу. Ты можешь сказать, well, that was fun. Well, that was fun. Ну что ж, это было здорово. В данном случае, that покажет не на какой-то конкретный предмет, а на вот эту ситуацию, которую ты только что пережил. Вот тот концерт, который ты только что пережил и от которого у тебя теперь по телу пот. Сказал, в общем-то, это другу, that was fun. Тебе, друг, можешь сказать, that's right, I liked it too. That's right, I liked it too. Это точно, мне он тоже понравился. И в данном случае, вот эта фраза that's right с указанием that сошлется на слова твоего друга, что это было весело. Станет ссылкой на слова твоего друга. That was fun, that's right. Да, это правильно. Вот все то, что ты сейчас сказал, это правильно. Здесь, как ты можешь заметить, по примерам чаще всего будет использоваться that, как, допустим, эта ситуация, которая уже прошла, или то, что ты сказал, потому что это уже немножечко в прошлом. Ну, конечно же, и this также можно использовать с точки зрения указания на какие-то ситуации или на то, что ты сказал, только немножечко в других контекстах. Например, если ты занимаешься своим ребенком, играешь, допустим, в конструктор и показываешь, как строить домик из конструктора. Значит, показываешь ты все это ребенку и говоришь, и вот так как раз-таки ты строишь. And this is how it's done. And this is how it's done. И вот так ты строишь. И в данном случае this покажет на всю вот эту манипуляцию, на все то, что ты сделал, что ты показал, вот эту ситуацию. Котечка пришел. В общем, чтобы завершить эту тему со ссылками на какие-то ситуации или на чью-то речь, that здесь будет довольно часто использоваться. Мне кажется, даже чаще, чем this. Как, допустим, that's right, that's correct, that was fun, that was interesting и так далее. Но, конечно же, и this также может использоваться, как в примере this is how it's done. Но, если честно, разницы между ними особой нет. Так, конечно же, чаще используются, но людям в данный момент как-то все равно. Ну что ж, that's it. Вот и все по этой теме усказаниями this, that, this, those в английском языке. Я надеюсь, что теперь ты разобрался и знаешь, как использовать их правильно. Обязательно ставь палец вверх этому видео, если тебе понравилось и было интересно. и подписывайся на мой канал для больших уроков по английскому языку. С тобой была Таня, и мы увидимся на следующей неделе. Пока-пока!